Карагандинцы стали зарабатывать больше. Средняя заработная плата в регионе возросла на 12%. Итоги социально-экономического развития региона за первый квартал текущего года рассмотрели накануне, на заседании Акимата под председательством главы области. Здесь же подвели итоги отопительного сезона, который вызвал ряд нареканий со стороны областной администрации. Все подробности далее. Об итогах за первый квартал текущего года доложился первый заместитель Акима области Габид Мухамбетов. В его отчете цифры радующий глаз. Другими словами, область стала жить лучше. В частности, средняя заработная плата увеличилась на 12%. Численность населения возросла на 5,5 тысяч человек. Улучшились показатели в таких сферах, как здравоохранение и образование. Кроме того, несколько тысяч человек в скором времени получат квартиры. За счет средств бюджета заклонировано строительство 23 жилых домов с подведением сетей на сумму 4,5 миллиарда тенге и 8,6 объектов соцкульпы на сумму 27 миллиардов тенге. В то же время, наряду с положительными результатами, имеется ряд недостатков. К примеру, в реализации программ «Дорожная карта бизнеса» и «Занятость-2020». С вузами, которые сегодня обучаем по программам, много вопросов. По ихнему дальнейшему трудоустройству. Те специальности, которые мы сегодня переобучаем, их трудоустройство. Предприятия отказываются их брать. Вот факты, когда вы обучаете на бухгалтеров, бухгалтер обучился на каком-то профильном колледже, выходит и мне говорят, что даже он не знает один из бухгалтеров. А вот областной центр и в общем рейтинге городов и районов региона занимают далеко не почетное 15-е место. Такое положение дел главу региона, занимавшего когда-то должность Акима Караганды, явно не устраивает. «Всем аппаратам в области города занимаемся, помогаем. Так что здесь условия в Силан созданы, в Нью-Йорке никаких нет, но результата пока я не вижу. Вот то ухода в срок, я первым был ударный показатель. О том, как пережили отопительный сезон в регионе, доложился заместитель областного главы Сабыргали Идрисов. Ремонтные работы на теплоисточниках были выполнены в полном объеме. Вот только крупных аварий сбежать зимой так и не удалось. Все помнят остановку ТЭЦ-3 в феврале. Нестабильной работой отметились и Тимиртауская ГРЭС-1, и Жасказганская ТЭЦ. Все это происходит из-за некачественных ремонтных работ, заключили представители департамента по чрезвычайным ситуациям. По результатам анализа установлено, что значительная доля аварийных остановок происходит в связи с образованием свещей и разрывов труб водяных, экономайзеров, экранов и пар перегревателей. Также увеличилось количество остановок по причине неизноса вращающихся механизмов. Департамент по чрезвычайно считает, что ремонты проводились неэффективно по причинам отсутствия от лежащего контроля со стороны руководства станции. Недостаточно увлажения объемов ремонтов дефектной ведомости при подготовке ремонтной компании, отсутствия независимой экспертизы при составлении дефектных ведомостей на предстоящий отопительный сезон. Парадокс, но несмотря на вышеизложенное, судя по отсутствию судебных исков в адрес организаций, занимающихся ремонтом оборудования, руководители энергоисточников претензий к ним не имеют. Глава региона дал ряд конкретных поручений. Болжан Абдишев подчеркнул, что главной задачей коммунальных служб, независимо от форм собственности, является качественное оказание услуг населению. Регион один – это наша область. За регион отвечать мне. Я всех вас еще раз призываю. Совместно, скоординированно работать с акимами городов и районов на местах, в том числе на уровне областного состава, опыта. Ирина Камышова, Лжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.